Это было в середине лета 1977 года. Лето это памятно в первую очередь тем, что именно тогда из магазинов начисто исчез весь шоколад. И, как выяснилось, лет на восемь-девять. Но сначала никто такого срока не предполагал. Все были очень удивлены. Ну, шоколад-то, он всегда на прилавках там валялся. Всегда выкидывали. Ну да ладно, не будем отвлекаться. Наш отряд тогда, как говорят геологи, стоял на крохотной таежной речушке. У склона огромной километров десять в диаметре горушки, сплошь заросшей лесом. По другую сторону сопки деревня. А километрах в пяти от нее были мы, в самом кратере. Из деревни к лагерю вели две дороги. По какой не пойдешь от нас, обязательно придешь в деревню. По какой не пойдешь от деревни, ну и вы поняли. Соответственно. Место это, как в первый же день выяснилось, было медвежьей территорией. Медведь здесь зверь оседлый. Отмечает себе строго определенную территорию. Тык-тык. Все. Мое. И на ней изволит себе проживать. И никого не пускает. Мое царствие. Небесное. Этакое крохотное феодальное владение. Феодалы. Другим медведям внутрь помеченного пространства заходить не рекомендуется. А то будет очень хреново. Скажем так. Ну, людям, в общем, немножечко проще. Соизволят допускать. Медведь местный, как потом выяснилось, был этаким наследственным хозяином. Поколение, кажется, четвертое. И папаша его, и дедушка обитали в этих самых местах. С деревенскими поддерживался своего рода нейтралитет. Медведь тварь умная. В селе не пакостничал. Коров во множестве шлявшихся по тайге никогда своих не трогал. А селяне, в свою очередь, воздерживались от актов вооруженной агрессии по отношению к династии этих Топтыгиных. И всем было удобно. Всем было хорошо. Жили себе спокойно. В первый день, когда мы только прибыли и разбили палатки, Мишка, естественно, возмутился. Шо цать таке? Ну, понаприеху, Вали. Ехай отсюда, Ва. Моя территория. Ну да. Дня три бродил где-то на вершине горы и орал средь бела дня. Мол, это я. Что той Змей Горыныч пугал, выпроваживал. А вось да уберемся. О, как кричал. Ну, мы, конечно, даже и не подумали. Понаехали. Ты подвинься. А медведь тем временем присмотрелся. Сообразил, что ружей ни у кого из награнувших не имеется. Охотиться они не собираются. Он все поприметил. Такие вещи эта зверюга очень четко просекает. И занимаются какими-то своими неопасными делами здесь. А посему-то и черт с ними. Последующие три месяца, которые мы там прожили, Мохната и вообще не давал о себе знать. Мы его даже не видывали. А он есть. Как тот суслик, да? Ну, здесь видно, не видели. Но он, наверное, нас чувствовал. Сосуществуя с нами настолько незаметно, что если не знать о нем заранее, можно подумать, что его там и нету. А он есть. Ну, это лирика. Итак, мы стояли на речушке. Два-три деревянных барака, оставшихся от каких-то предшественников. Полдюжины палаток. Пять-шесть молодых специалистов обоего пола с новенькими дипломчиками. А в высшем и среднем специальном образовании. А? Специалисты. Ну, в общем, два десятка нас. То бишь, работяг. Ну, а теперь, наверное, пора об этом самом. Необыкновенном, да? Так вот. В тайге, надо оно вам знать, скучновато, если ты не шатаешься по ней идиотом-туристом. Скучновато, надо сказать. А обосновался на все лето работать от зари и до темна. Так что скучновато. Небольшая прогалина, самодельный мостик над речушкой, а вокруг сплошная стена тайги. Скука. Скукотища. Стоять, солдатики. Молчать. Ха-ха. Дырвляться. Ну, и поэтому, когда время от времени из города приезжала наша машина, обычно это было ближе к вечеру, смеркалось. Весь народ заранее вылезал из палаток, едва заслышав в паре сотен метров урчание мотора. Ну, вот тогда все повылазили. Скопились. Повылазливали. Узкая дорога в одну раздолбанную колею, где с трудом протиснется одна машина, да и то задевая бортами ветки, просматривалась метров на сто. А далее резко поворачивала вправо. Направо. Так что полагаться приходилось исключительно на слух. Чуешь? Чине? А-а-а. Все человек двадцать прекрасно все слышали. Слухали. Как совсем близко натужно надревается мотор. Бо-бо-бо-бо-бо-бо. Бурчит. Как скрижищет старенькая коробка передач. Тр-р-р-р. Проехали. А вот совсем близко под самым носом за поворотом. Вот-вот появится. Шкрипчить. Шкрибе. Чуешь? Но она не появилась. Мало того, мотор замолчал. Вообще все заглохло. И больше уже не работал. Ну, полагая, что наш старенький ГАЗ-51 накрылся медным тазиком, буквально в паре сотен метров от лагеря, ГАЗ-51. А иного вывода на основе всеми слышанных звуков нам и нельзя было сделать. Самые нетерпеливые двинули навстречу. Вперед. И не обнаружили за поворотом никакой тебе машины. Нету. Ну, и, недоуменно матерясь, прошагали в сторону деревни еще не менее километра. Но и там никакой машины. И в тот день она так и не появилась. Совсем. Прибыла только через сутки. Двадцать четыре часа. Вот такие вот дела. И если кто-то не понял, поясняю. Дорога, соединявшая деревню с лагерем, представляла собой стиснутую тайгой пятикилометровую колею, без каких бы то ни было ответвлений, поворотов, съездов и обочин. Выехав из деревни, можно попасть только и только в лагерь. Выехав из лагеря, можно попасть только и только в деревню. Больше никуда. Развернуться на этой дороге было просто физически невозможно. Не впишешься в поворот. Шо ж там таки, шкропчало. Ну, естественно, имело место некоторое отореп. Я б сказал, мандраж. Мурашки по телу. Ага. Ой, как пошли. С одной стороны, чуть ли не тридцать человек прекрасно слышали одновременно, как вот-вот, совсем рядом. Но метрах в двустах это самое дальнее. Переваливается по буграм и завывает стареньким мотором машина. С другой стороны, пойдя на звук, обнаруживали полное отсутствие каких бы то ни было транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. М? Ребус? А? Кроссвордик? Ага. Со звездочкой. Давай разгадаем. Вы как думаете, шо це було? Ха-ха. Мабуть, я не ло. А? Не сило, не впало, по небу пливло. А? Шо це таке? Но ведь дня через два все это в точности, в точности повторилось. Один в один. Под копирочку. Копипаст. И снова, близенько-близенько. Вот, вот оно, туточки. За поворотом. Шумит мотор. Я сам слышал. Скрежещут передачи эти. Ну, как обычно вот это. Еще как забивается. Я все слышал. Тужится потрапанная машиненка. Тужится. Вот-вот кикешка выкачет. Выскочит. Да. Тужится. Я все слышал. Пытается одолеть эти колдоебины и рытвины. Вот-вот выйдет из-за поворота. А вот вам и шиш. Бачили? В один прекрасный момент звук мотора вообще затихает. И уже более его не слышно вообще. До следующего раза. Как в том колодце. Уцк-удук. Где заглохло. Булькнуло. Бульк-бульк. Невидимая машина с завидным постоянством стремится к лагерю. И, не доехав до него совсем немножечко, Ну, совсем чуть-чуть, исчезает неведомо куда. Бога ради. Только не нужно вот этих вот ваших логических, Рациональных, диванных объяснений. Не надо всего этого. Потому что их попросту не имеется. Я своими глазами бачив. Своими в ушами чов. А не вашими. И версию о том, что это якобы доносился до нас шум мотора, Ездивших где-то поблизости машин, Там ветром принесло еще чем-то. Угу. Медведь пришатал. Как вы там пишете. Сразу отметаем все с порога. Сразу. Прежде всего потому, что этим машинам было неоткуда взяться. Ну, нет тут машинно-тракторного парка. Ну, нету. Только в деревне. А до деревни, повторяю в который раз уже, километров пять. А там еще одна речушка. Дома, лес, ближайшая автотрасса. Таким образом, километрах не менее чем восьми, Если вместе взять. И кроме того, мы в конце концов малость осатанев от таких вот непонятностей Стали экспериментировать. Угу. Эксперименты делать. Экскременты. Вот с тем самым нашим газиком. Что было, на тем и экскрементировали. Ну, благо шофер наш, своими ушами послушав шум невидимки И своими ногами отмахав с километр дороженьки, Он всецело проникся этой ситуацией. В общем, он ездил, а мы слушали. Экспериментально, строго научным путем было установлено. Двоеточие. А. Шум мотора настоящей машины слышен исключительно и только тогда, Когда она находится метрах в трехстах от лагеря. Шум моторов других, посторонних, далеких машин до лагеря, они попросту сюда не долетают. Слышите? Напрочь не долетают. Вот так, путем строгого эксперимента. А невидимка, сволочь такая, она продолжала таки. Она продолжала выматывать нам нервы. Угу. Ты да и вы. Яка. И если не каждый вечер, то уж через пару дней точно, на третий. Сутки через трое. Угу. Ну, возможно, кому-то это и смешно читать или слушать. Но нам тогда, честное слово, было не до смеху. Ну, ниоткуда взяться машине. Ниоткуда. Ниоткуда доноситься шуму мотора. А машина, тем не менее, едет себе вечерком неподалеку от лагеря. Ты посмотри. Едет такси. Не доберется. И увидеть ее никак нельзя. Ну, вот как-то, когда мы уже уж очень разозлились, все, глаза на выкате. Наш пятьдесят первый, едва раздался поблизости шум мотора, помчался навстречу со своей скоростью. Попылил. Да, какую позволяла ему разбита эта колея. Поехали. Бегом побачить, шо-то таке. Но и шофер ничего не увидел, кроме пустой дороги. Ну, и когда выдалось свободное время, при случае поговорили в деревне с местными. Они эту загадку обсуждали очень скупо и без всякого удивления. Ну, да, а как же, ну, ездить такая. И давненько вроде бы ездит. Времен еще с довоенных. Эх, а войны. Ты шо, кино не бачил, чешо? Ну, типа того. Видеть никто не видел, а слышали многие. Не вреда от этого ездуна. Ну, непонятно, и пользы тоже. Хай субе ездить там. Та уби, шо? Один старикашка, хитрый и пьющий старикашка, сказал таинственным шепотом. Вы только, мужики, в кабину к нему не садитесь, а если позовет. Тогда все и обойдется. Но, впрочем, нужно учитывать, что деревенские шутники очень любят подпускать городским вот этих жутиков. Угу. Нагонять жути. Кроме старикашки никто ничего подобного не говорил. Ну, такой Кощей Бессмертный попался. Ха, чахлык, невмырущий. И он таки нагнал еще больше жути на нас. И все сходилось на том, что машина-невидимка болтается по тайге лет сорок. И только. Правда, с некой попыткой объяснения, не этой загадки, но схожей, я столкнулся лет двадцать спустя. Один мой знакомый жил с напарником в таежной охотничьей избушке. Вот как наша изба. И каждую божью ночь им чертовски досаждало долгое петушиное кукареканье. Курлык-морлык, кто там петухарит? Спать не дае. Ну, в общем-то, звуки и самые, что ни на есть. Житейские, правда? Вот только до ближайшего жилья, где имелись куры с петухами, пришлось бы топать километров так пятьдесят. Угу, по пятьдесят. Угу, сделаем. Да, обитатели охотничьего зимовья, к слову, вели самый, что ни на есть трезвый образ жизни. Никаких тебе по пятьдесят. Но полсотни километров до ближайшей деревни, а петухи орут поблизости. И каждую ночь. И это еще зимой, кстати, было дело. Наверное, даже в минуса. Так вот, один городской человек с ученой степенью, профессор, услышав о загадочном петушином пении, он пытался уверять, будто все дело в том, что в атмосфере существуют некие звуковые каналы. Переносящие демирные бытовые звуки за километры. За десятки километров. Что это за ютуб-каналы, а? Надо подписаться, че шо? Ну да. И что, такое действительно бывает? Ну, бывает, кажу ж. Ну, в принципе, возможно. Поверим? Че не? Правда, у меня было бы больше доверия к ученому объяснению, окажись оно строгой научной истиной, а не вот так вот. Но пока что все разговоры о этих самых звуковых каналах, аналах, находятся исключительно на стадии гипотез, что воля ваша, доверие к ним не прибавляет. Правильно? А ты докажи. Ну, а вообще, в тех местах, в которых я пишу, с давних пор добывали золото. Слыхали о таком благородном металле? Угу. Золото. Аурум. Ну, а там, где добывают золото, знаете ли, частенько блазнится. Миражи летают. Ну, такой уж тут металл, за которым люди гибнут чаще и охотнее, нежели за другие металлы. Люди гибнут за металл. Хэви металл. Ну да. Он действительно тяжелый, так что можно так и назвать, как обычно я его и называю. Золото – это хэви металл. И коза сзади. Ну, что характерно, ни у кого почему-то не было страха. Ну, прям совсем. Ну, не было страшно. Не было, и все тут. И это только лишь усиливало наплевательское отношение к наблюдавшемуся феномену, чью природу постичь никак не удавалось. А мозг, знаете, пытливый. Что да почему? Ага, расскажи, покажи, а то не по веру. Ага, разгадать надо бна. Ученая степень. Вот если бы по ночам пугала, ночами, вот если бы в палатку лезли вот эти всякие синие рожи, добрый день, а за спиной ухали за могильные голоса, вот это да, вот тогда страшно. Правильно? Тогда бы это волновало бы все, да? Ага. Ну, а меж тем, сама по себе невидимая машина, она же, ну, ну, если вот так вот подумать, предугадать, она же ведь не несла в себе ни угрозы, ни опасности. Потому на нее, в конце концов, да, грукает, да и грукает, и махнули себе рукой. Нехай. А настоящий страх был у нас в отряде припустой, вредный мужичонка. Вот он, настоящий страх. Ха-ха-ха. Боитесь живых, бойтесь, а не мертвых. Мне еще бабушка в детстве говорила. Не любили вот его за то, что, выпив, он не знал ни меры, ни удержку. И начинал цепляться ко всем подряд. Что-то ныло скорбительное и всегда злое, знаешь. Хватал за грудки, кидался, выдвигал непонятные ему самому претензии, мол, ты меня уважаешь, ег в манте, вот тип того. Но одним словом, был хлипок и не опасен, но очень надоедлив, як той комар. Як пристан, як ото, як говно до штанины. Поки не в манте, лишь не очепиться. О так, двумя словами. Ну, пару раз его, не утерпев, действительно били, как в манталенели. Ну, а потом решили разыграть по полной. И вот, наш склончик, а он на чём розыгрыш и базировался, наутро обычно ничего не помнил вчерашнего. Ну, вот ничего, как в том фильме. Вот это, моргнуло вот это, цик, всё, ни хрена не помню. Как, чёрные люди, мэн ин блек? Вот оно, мэн ин блек. Просыпается прямо в палатке, как вчера и заснул. Всё, мэн ин блек, недобредя до спального мешка. Сидеть, спить, в чёрном. Ну, голова знакома трещит. Всё, во рту эскадрон ночевал. Симптомы всё насквозь привычные. Ну, оно бы и ничего. Вот только неподалёку лежит накрытое брезентом нечто, по форме крайне напоминающие труп. Ага. И мэртвей с косом и стоять. Охраняють. И сапоги с одного конца ещё так высовываются носками в небо. Царствие табе небесное. И сидит над нашим склончиком начальник отряда с извлечённым из ящика сейфа единственным отрядным карабином. И едва мужичонка пытается встать, рявкает. Лежать, мать твою! И тут же отряд в полном составе. Лицо у всех мрачное, удручённое и головами покачивает. Мол, да, это ж надо же. Склончик вновь, уже проседая неладное, пытается встать. Склочник. Так склончик или склочник идти колотить. Эх ты, скликался, склочник. И снова окрик. Лежать, не шевелиться. Да, брат, ну и натворил ты делов. И, как писал классик, жить всегда страшно, с похмелья тем более. унылая ситуация. И началось, почалось, а уца возня. Ребята, да что? Да я. Лежать. А ну, лежать, тварь. Лежать, выродок. А ну, лежать, сука. Пока участковый приедет, мы тебе сами при попытке к бегству, как к того парня. Мужики, да что? Я, я, да я. Ты, 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 подлоты. Да я. Ты, Володьку, вчера ножичком-то под сердце как, а? Ага. Вон он. Одни сапоги торчат. Утоплый труп мертвого человека под брезентом. И за участковым уже вон послали в деревню. И ножик твой, вот он. И светит тебе, надо полагать, не меньше, чем вышка. А что ж ты, гад, хотел путевку в Сочи, что ли? И блондиночку в постель, а? Такого парня замочил ты, тварюка. Вот это да. Вот это, надо вам сказать, был страх. Действительно. Наблюдать за всем этим. Страх. Дай вам Бог, хорошие мои, в жизни не видеть этой физиономии. Физиогномики. Гномики. Не видеть. Сведенной этаким страхом. Как застыла. Картина маслом. Преперлся. Ну, злая, согласен. Злая, конечно, была шуточка. Жестокая. Ну, а как по-другому? Вот как же так? Очень уж этот организм всех достал тут. Всю кров высосал. Ну, мы ж тоже не звери. Мы его в этаком состоянии держали не более пяти минут. Пять минут страха. А? Нагнали тут страху умени. Чтоб умом не рыхнулся. А еще раз как раз кособеница, шо нам потом делать? Всю жизнь дурачком будет. Ну, довольно быстро показали, что нет под брезентом никакого трупа, мол, вот все, нормалек. А есть вот только вот одни свернутые фуфайки. Бачишь, кто лыжет. Зато, зато как он потом был счастлив, вы б видывали. О, балерина небесная, крутить, вертить. Себя он отчастия даже не помнил и зла не держал. Ну, первое время. Ни убийства, ни грядущей вышки. Конечно, шестие, як воно е. Вот это страх. А невидимая машина, от которой ничего не происходит, кроме шума и непонятности, это эко невидаль. Ну, а следующая история, она столь же непонятная, но она гораздо более короткая. Происходило это в том же месте, но пары недель спустя. Я сейчас уже не сильно помню, зачем мы втроем отправились в деревню. Что не заводка, это я помню точно, потому что деньги стояли, деньки стояли погожие, рабочие деньги. Благодаря за неделю мы получали столько этих деньгов, сколько молодой специалист дипломов за цельный месяц. А, вот такие вот деньки, деньги. Какая тут пьянка? но это у нас так. Солнышко ясное, небо тоже ясное, тишина, благодать, спокойствие. Птички чирикают, белки шабуршат чё-то там, ручеёк журчит, все щебечут. Белый день. трезвые все трое и давненько уж весёлые и бодрые, правда, девочек в платьях месяц мы не видели. Но это же ведь не навсегда, главное деньги, деньги, правильно? На то мы и здесь потом наверстаем. Ну, так вот, дорога, по которой мы шли, одна из тех двух дорог, что соединяли лагерь с деревней. Она была несколько своеобразной, скажем так. В своё время её пробили тяжёлой техникой к заброшенному ныне прииску, пробили посреди глухой тайги, по моде тех лет даже не считались с затратами. И потому имела она такой вид, ну, шириной, ну, метров пять, по обе стороны обрывчики высотой метров полтора так, практически отвесные, так чтоб на века, с запасом. А уж над обрывчиками тайга. Раньше тут была тропинка, а потом её как следует углубили бульдозерами, растолкали. Но отсюда эти самые обрывчики. И чтобы влезть по ним наверх к деревьям, даже не старому, сильному и ловкому человеку придётся несколько потрудиться, знаете ли, вспотеть, проявив чудеса акробатики. Стены прям отвесные, песчаные. Полезешь, всё, будут осыпаться. Не везде свисают обрывки корневищ, за которые можно ухватиться. Далеко не везде перила. Природа тебя тут устроила. Далеко не везде. И вот представьте себе эту дорогу. Саше, через шоссе, как там, мой дед Саше говорит, прикольно. Саше. Эти обрывчики, насколько можете, детальнее, вот представьте эти обрывчики. Этакая канава посреди тайги. Яма здорова. Ну, в общем, мы встретили старушонку. Самую обыкновенную и явно деревенскую. Здорово, бабуль. Здрасте, сыночки. За ягодами, бабуль? В деревню, сыночки. Ну, вот и есть разговор. А что тут рассусоливать? Бабка пошла дальше и мы пошли дальше в сторону, как легко догадаться, в противоположную. Разошлись пути дорожки. И повернули мы назад, в ту сторону, куда ушла бабка, то есть к нашему лагерю. Через, ну, через, ну, не знаю, через столько времени, сколько нужно, чтобы докурить сигарету прима. Почти до фабрики, вот так я вам скажу. Сколько это? Минута? Две? Три? Ну, думаю, уж не более трех. Кто как курить? Ну, я сейчас уже не помню, что мы забыли в том лагере и зачем мы вернулись. Кажется, не все письма, что следовало отправить с собой захватили. Не все. что-то вроде. Ну, ладно, не в этом суть. А в чем суть? Не в том дело. Ну, не помню, честно. И вот возвращаемся, а нету бабки. Нету бабки. Ну, нету ее. Ни на дороге канаве, нигде ее нету. Вообще нету никакой бабки. Ясно? Нету тти. И все. А свернуть с дороги бабки просто некуда. И давно мы, по идее, должны были ее уже обогнать. А вот уже и лагерь смотрю, а нету бабки. Хотя она вот, вот только что была. Я сам бачив. И это только сейчас, да через двадцать два годочка уже пропал тогдашний страх. А вот в тот день, о, страх небесный, страх неизвестности. А стоят три трезвых, здоровых, но уже невеселых лба. И переглядываются молча. И под спину, знаете ли, холодок потек. Холодочек. Потому что нету бабки. Где баба? Она ж только что здесь была. Та баба. И остается поверить, что наша бабуля одним молодецким прыжком преодолела обрывчик в полтора метра высотой. Помните? Мах! Как перемахнула! Перелетела кощейка! Но поскольку все мы видели, как она пять минут назад еле-еле ковыляла, в это пусть и насквозь материалистическое объяснение, простите, абсолютно не верится мне. Ну, не верю я. Никак ей не под силу было взобраться на этот обрывчик. Он, какая гора! А для нее-то вообще Эверест. Ну, не могла она туда вскарабкаться. Не могла. И все тут. Ну, нету бабки. Белый день. Птички щебечут, белки шмыгают, ручей журчит, а по спине холодок течет. О, ручеечек! А на вид бабуля она была самая обыкновенная. Ничего удивительного. Это только в фильмах ужасов у таких вот бабуль. Там нос крючочек, глаза там как плошка. У-у-у-у! Страху наводят. Ты шо, кино не бачил? Ты шо? А-а-а. А в жизни вид у них ну он насквозь обыкновенный. Обыкновенная бабушка. Бабулька. Ну мы ни тогда ни потом об этом случае не говорили ни со своими ни с деревенскими. А зачем? Что собственно произошло? Ну была бабуля и нету бабули. Не стало. Есть человек есть проблема, да? Нет человека нет проблемы. Так говорят. Так да не так. Но нас-то она в конце концов не трогала. И мы ее. А если ломать голову над кое-чем из того, что может наблюдаться в сибирской глухомане, то тут вообще шею свернешь. Ну ни к чему, право. А зачем? Главное, никто тебя не трогал и ничегошеньки с тобой не произошло. Все. Радуйся. Хотя с другими порой и случается. И это было действительно на самом деле средь бела дня. И удивление давно потускнело за двадцать два тагадочка. И страх пережитый аналогично. Бывает. что тут еще скажешь? Бывает. И хорошо, что и прошло. Спы спокойно. А третья история, она случилась годом спустя. Это было летом 1978-го. Мы тогда приехали в вымирающую собственно деревеньку. заброшка сейчас говорят. Заброшенка. Сталк, да? Два десятка домов, вытянувшихся одной единственной улицей вдоль озера, полтора тракториста, два с половиной механизатора, три-четыре старухи и магазинчик, одно только название. Почти половина домов уже необитаема здесь. Все вымирает. И было тогда такое поверье. Укрупнять, изволите ли видеть сельские населенные пункты, укрупнять, совершенно наплевав при этом на неперспективные. Укрупнять задача. По боли, да? Больше берешь, дальше копаешь, но пока летит отдыхаешь, вот что-то типа того. Укрупнять, сказано. Ну, в общем, именно эта деревушка описана в третьей части романа «Волчья стая». Не только деревня, но и вся наша тогдашняя бригада вкупе с автором этих строк. «Волчья стая». Почитаем? Только кто автор? Скиньте мне эту книжечку. Единственное зато непринципиальнейшее отличие в том, что в реальности никакого клада мы не находили, а потому, как легко догадаться, вовсе не перестреляли и не перерезали друг друга, потому шо не нашли. Счастье? Значит, это и был наш клад. Наше счастье, шо мы не нашли его. Кто и помер впоследствии, так исключительно по причине водки. Такое вот оно, счастье. Така жизня, навмання. Ну, ладно, не будем растекаться мыслью по кедру. Не будем. А то совсем уж расплывлося. Страна такая. Особенно там, где надо укрупнять. Так вот, бригада наша числом четверо, четвером, заняла одну из давно пустующих избушек. И однажды мы все вчетвером отправились заготавливать дрова. Как мой дед говорил, дрова. Срубили дюжину берез, распилили на чурбачки, покидали оное в машину и с чувства исполненного долга вернулись в деревню. Пообедали как следует, разлили пол-литра водки на четверых, приняли, благословлясь, и, согласно полузабытому обычаю, легли подремать после обеда и трудов праведных. В ногах правды нету. Ложися, сынок, наедайся. Опять же, как мой дед говорил. Время примерно меж тремя и четырьмя пополудни. Погода прекраснейшая, наипрекраснейшая, солнечная, м? Потому что вы выпали, дурни. Чтобы не беспокоили нас приуставших сотоварищей по отряду, дверь изнутри заложили на большой железный крючок. Кручочек. Я не спал и не бодрствовал. Так подремывал одним глазком. И вот в некоторый момент это началось. Ага, почалося. Сначала кто-то явственно и шумно ходил в сенях. А потом крючок, державший дверь плотно и качественно, он звучно сам слетел, ожлязнуло. И мне лень было вставать. И открывать глаза даже было лень. Так что я лежал себе. Благо беспокоиться не было ни малейших причин. Ведь деревенька глушита белый день. Какое уж тут может быть беспокойство? Выглядело нет. Я же не открывал глаз. Ага, обстояло. Обстояло все так. Какой-то мужик ходил по избушке. Прям ходил по избе. Тяжело тяжело ступая. Прям гупал и брусливо ворчал. Мало набезобразили. Все вверх дном тут перевернули. Ходят тут всякие. О, носит их нелегкая. Шо приперлися. А самое интересное, я не мог разобрать ни единого слова. Но отчего-то я совершенно точно знал, о чем он говорил, что смысл слов вот прям вот именно таков, каким я его только что вам озвучил. до сих пор не могу объяснить, как оно так было. Но было оно именно так. Хоть режьте меня здесь. не разбирал я ни слова не разобрал. Но смысл он откуда-то сам мне прилетел в тыковку. Я смысл точно, совершенно точно распознал. И вяло констатировал в полудроме, что это должно быть хозяин этой избушки, какие в деревнях встречаются. У него было две избы. В одной он сам обитал, а эту вот пустующую сдал нашей бригаде. И я прекрасно помню, что я тогда немного удивился. Че он, собственно, разворчался так, а? Никакого беспорядка мы тебе тут не устраивали. Наоборот даже, вот нары, столик тебе вон сколотили, дед, изба-то была совсем пустая. Вроде бы женщина с ним ходит. Ну, я так чувствовал, такое было впечатление, что он не сам. А потом, потом меня как подбросило мохом. хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе? Ну, в буквальном смысле я прям взметнулся на тех нарах, как и лежал, так и встал, словно уколотый шилом в известную область организма. И этот подброс, этот толчок, этот импульс до сих пор нельзя описать внятно. Ни страх, ни тревога, ни приступ агрессии. А черт его знает что. Вот так мах и подбросило. Что-то вдруг как подбросило. Что-то заставило выхватить нож одним махом. И что-то потянуло прямиком к печечке. И я тут же услышал рядом. «Мужик за печкой!» И остальные трое соскочились на рпрямо-таки синхронно. И мы вчетвером окружили эту печечку. Как во сне. Как в наваждении. И продолжалось это наваждение совсем недолго. Секунд несколько. А потом все разом словно бы опамятовались. Совершенно точно осознавая себя уже здесь. В реальности. Не было никого в избе, кроме нас. Никого не было. Дверь была закрыта. Как мы ее и закрыли. Крючок накинут. Как мы его и накидывали. Вот такая вот история. Алкоголь в качестве вызвавшего ее фактора отметаем решительно. Сразу же. Но вот что такое пол-литра водки на четверых организмов мужского пола? Что это? Тьфу! Причем прекрасно знакомых с ней родимой. С зеленышкой. К тому же перед принятием стопарика пообедавших еще сильно, обильно и сытно. Мы пообедали. Так это слону-дробына, как мой дед говорит. Что этому слону-дробына? Спичечка. Вот так. До того мы недели три провели в самой пошлой трезвости. До того. И, наконец, никто еще не слышал об алкогольных галлюцинациях. Никто. Способных вызвать не то, что у четверых, но даже и у двоих. Одинаковые вот эти глюки. Ведь вчетвером все видели. Любой психиатр вам, любой нарколог вас высмеет, коли обратитесь к нему с утверждением, будто белочка, белая горячечка, вызывает у разных людей одинаковые, абсолютно одинаковое видение. Вот пойди. Идись, проси. Водка тут ни при чем. Нас было четверо. И пережитые нами эмоции и впечатления, они походили друг на друга, как горошин из одного стручка. Кто-то заявился в гости. Кто именно это был? Вряд ли стоит растолковывать подробно. Есть такой. Имеется. И в разных местах кличут его по-разному. Но суть одна и та же. Обитает он при каждом доме. И показывается только лишь изредка. Иногда. Иногда. Да. Домовой это. Домовой. Что уж там. К чему эти реверансы? Кстати, у нас есть книжка. Так и называется. Дневник домового. Как-то озвучивали. Можете порыться там в аудиокнигах. Снизу ссылочка прям под видео в описании. Прямо там. Или вбейте в ютубе дневник домового. Тоже есть. Так вот. Мы прожили в этой избушке еще месяц. И более ничего странного мы не наблюдали. Вот. Разве что. Понимаете, бывают хорошие места. Очень хорошие. А бывают и плохие. И очень. Очень плохие. Это как на контрасте. Черное-белое. Black and white. Подробно объяснить суть явления, разницу между первым и вторым, я не берусь. Но я скажу только одно. Наверное, любой человек с опытом работы в тайге, вообще в глухомане, прекрасно поймет, о чем я. В тех местах, что были описаны в двух предшествующих эпизодах, несмотря на вышеупомянутые странности эти, отчего-то было, тем не менее, хорошо. Но вот отчего-то было. Хорошо было. Оказавшись в тайге в полнейшем одиночестве, я чувствовал себя очень прекрасно. И я браво отмахивал эти немаленькие концы, не ощущая ни малейшего дискомфорта. Ну, ни малейшего неудобства не было. Я был, словно бы, у себя дома, в глухих местах, на медвежьей к тому же территории, в краях, где разъезжают невидимые машины, и неизвестно, куда деваются дряхлые бабки. Где мои бабки тут в городе-то? Где они? А здесь же? Я несколько раз ходил к вытекающей из озера речушке, вот прямо здесь же, проверять поставленную там на карася верши. И всякий раз чувствовал себя как-то, знаете ли, неловко, что ли. Некоторые неудобства от окружающего оставалось, осадочек. Вот бывает ведь у каждого такое. Есть такие места. Вот заходишь туда, и сразу это чувствуется что-то такое. Прям мистика, а не то. И это было странно. Никаких дремучих лесов, голая степь. Всего-то метров на восемьсот отойти от деревни и зайти в редкий кустарник. А вот оно что. И тут ни единого зверя на целые десятки километров. А вот падишь ты. Не по себе. И точка. И беспричинно хочется оглянуться, посмотреть. И неуютно как-то даже в солнечный день. И на душе как-то муторновато. Как наблюдает кто-то, что ли. Плохое было место. Вот в чем суть. А понимающему это предостаточно. Вот такие истории. Случившиеся на самом деле. Вполне возможно, кому-то они покажутся скучными. Хм. Зато настоящие. Правда. Как вон айе. Но вот лично я по прошествии двадцати одного года все еще помню это ощущение. Да. А потом-то. Спохватиться, быть может, любитель доводить все до логического конца. М? Алгоритмы. Логики искать. Ха. Пути дорожки. Что вы, мол, четверо сделали потом? М? А ни черта. Ни черта мы не сделали. Даже со своими о происшедшем как-то мы даже об этом как-то и не говорили вовсе. Ну, не тянуло. Не говорили. Вот и все. Об этих вещах почему-то не особенно и хочется разговаривать. Даже с хорошо знакомыми людьми. Я и изложить-то их вот на бумажке решился. Вот только вот сейчас вот. Вот только теперь. По прошествии двадцати с лишним лет. Когда потускнели уже воспоминания, я уже, знаете ли, подыставил этот тогдашний страх. Но все это было... Было именно так. Поехали. 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 Начали мы, ребята, новый цикл страшной истории жизни. У каждого были какие-то такие, я думаю, ситуации. Напишите-ка в комментариях, опишите. Мне что помнится, мне помнится, что вот мы когда жили во Времянке, у нас лежали две кровати. На одной мамка спит, на второй я. И ночью мамка вот хотела проверить, как там сын, как там он, а я или заболел, или что. Ну проверить захотелось, и ночью темно. Мамка говорит, руку берет ко мне, вот так через, вот там такой проход был небольшой между кроватями. Руку протягивает, и явно чувствует, как шерсть. Как у кабана, шерсть такая, как шуба, как она говорит. Аж мурашки идут. И страшно. И сказать страшно. И она назад. И только утром как-то это рассказала. И такое было несколько раз, когда мы уже сюда переехали, на новую квартиру. Здесь было тоже такое один раз. Как-то заходит она в комнату, там было темно. И надо было включить свет. Темно, темная комната. И она только к этому вот так берет, выключатель одной рукой ищет, и в этот момент правой рукой ощущает точно такие же ощущения. Как шуба. Шерсть. Я думаю, что это был домовой. А вы как думаете? И он прям переехал из старого жилища в новое. Его надо подпитывать. Кушать ему что давать вкусненького. Молочко и так далее. Ну это мы так думаем. А на самом деле, что это было? Понять до сих пор не знаю я. У меня что было? Я на велосипеде ночью мы ехали. Это было в Дании. Темно. У нас освещения нету. Ничего вообще. Темно. Прошел дождь. Дорога была такая, как асфальт такой, немножко мокрый. Но по-моему, луж я не видел. Но мокро-мокровато было. И мы едем, едем. Нам надо было далеко ехать, чтобы успеть домой. На велике. Тогда машины еще не было. И короче, я еду. И посредине дороги стоит реально какой-то мешок, как с песком. Белый. А мы очень быстро едем. То ли с горки, я помню. И ты так резко хруп поворачиваешь. Как-то я его объехал. А сзади ехал второй. Товарищ мой. Я это видел. Он этого не видел. Но это то, что я вообще помню. История можно так, если так надумать, напрягти, мозги, можно вспомнить еще. Но это то, что прямо вот сейчас вот в данный момент я вспомнил. Вот это было, да, действительно. Сейчас уже прошло столько времени. Я думаю, что, может быть, это было лужа-калюжа. И как отображение. То ли от Луны, то ли от чего. Но я видел, как вот мешок стоит. Знаете, как вот мешок стоит. В сказке это. На хуторе близ диканьки. Такой вот мешок какой-то завязанный. Еще вот типа завязка какая-то такая. Как черт там сидит. Вот что-то такое. Может, сейчас я как придумаю. Но вот ощущение было точно, что это мешок. А на сегодня что? А на сегодня все. Споки-ногти. Споки-ногти. Спите. Спите страшно домашние. Как вам новые? Попробуем новые. Вы за одну в крайность, другую. Страшные истории. Пишите ваши комментарии. Озвучите что-то интересное, озвучим. А? Сказать спасибо? Назадь. Педалью не забывайте. И не забывайте подписаться, чтоб ничего не пропустить. Следующий рассказ в 19. Ого! В нашей избушечке. А на сегодня что? А на сегодня все. Споки-ноги. Чпоки-табе.